СТАР СИТИЗЕН НЬЮС Появилась новая информация по разработке живностей в окрестностях Horizon, расположенной в атмосфере Крусейдра. В частности, космокиты обрели практически окончательный вид перед тем, как войти в стадию более детальной разработки. И это только один из многих. Этот же зверек появится в виде статуи в центре космической зоны Horizon. Пока же разработчики думают о материале, будет ли это камень или бронза. Однако, когда мы сможем увидеть их, так сказать, в более активном состоянии, остается под вопросом. Тем временем, игроки в недалеком будущем получат новые заставки, локации, где респавнится персонаж. К черту бесконечные черные экраны загрузок, даешь синематик и новые шрифты с буквами. Также в этих скринах будет содержаться минимальная информация о местоположении, каким образом вы там очутились. На финале интерьер Крусейдр Геркулес С2 и М2. Осветители расставляют и прикручивают лампочки. Умные светильники будут работать в трех режимах. Аварийном, вспомогательном и по умолчанию. Для особо фанатиков RGB сразу скажу, нет и не дождетесь. Между тем, давно забытый всеми ганшип от Aegis Redeemer потихоньку набирает массу. Корабль не только давно вошел в стадию whitebox, где претерпел метрические изменения со времен 2014 года. Художники совместно с дизайнерами затеяли в корабле ремонт и переделывают интерьер. Также работа ведется над экстерьером. С момента возможности вызвать это судно в ангаре, Redeemer значительно поправился как в длину, так и в ширину, став неким перекачанным вангвардом напичканным пушками. Воткнут ли ему карго, чтобы в очередной раз поместилась пресловутая машинка, остается только гадать. Ну и какой самый вместительный транспортник С2 без танка? Танк нова на подходе в патче 3.13. Внешний вид пока в стадии whitebox, как интерьер. Зверь получит обновленный внутренний дизайн тамбрилов, огромную пушку, кучу ракеты, массу положительных эмоций тех, кто считал себя картофельным раком. Сможет ли этот самокат преодолеть небольшой камень на Даймаре? Узнаем уже весной. И наконец дизайнеры начали разрабатывать дополнительные окружения для будущих космических поселений. Вашему вниманию охлаждающие станции, возможно там майнят биток. Огромные электрогенераторы с различным типом и набором компонентов. Баки с топливом, если нужно слить несколько литров солярки в ваш танк. А также солнечные панели и целые заводы по переработке руды. Ну и наконец склады, место для хранения всякого. Также разработчики уже имеют возможность при помощи своих инструментов собирать воедино целые поселения. Перейдем к лайву, который на этой неделе был посвящен масштабному ивенту нападения на Стэнтон или Ксеноугроза. Те, кто давно следит за каналом, знают, что контент разрабатывался очень давно. Первые тесты проходили в сверхзакрытом режиме еще в декабре прошлого года. И мы с вами делились всеми секретами. А уже недавно сами провели масштабное тестирование. Отмечу только новое, что было сказано на стриме. Сам по себе ивент от разработчиков не только вносит развлечения для игроков, но и является полномасштабным тестом обмена информацией между сегментами серверов, что является новым. Своеобразный сервер Мешинг, когда несколько серверов отвечают за всю логику построения миссии действий. В ближайшее время тестирование будет продолжено другими, более динамичными ивентами, например, на неделе флота под названием Nine Tales Lockdown. Влияние динамичных событий во вселенной будет вызывать различные последствия. К примеру, прибытие пиратского флота может увеличить цену на топливо. Подобная динамика является частью системы Квант, которая разрабатывается несколько лет. При этом дизайнерам достаточно установить события на некий триггер. Это еще один инструмент в системе Квант. Сама же система Квант довольно хорошо работает на тестах. Прямо сейчас они проводят симуляцию, чтобы убедиться в правильной отладке. В ближайшее время они начнут прикручивать ее к серверам и масштабировать от малого, чтобы взаимодействовать с системами. При этом старая демонстрация Кванта не принимала во внимание множество факторов и большую часть логики, над которой они работали. На самом деле многое системы уже есть в игре, но просто не имеет обратного триггера на реакцию. Ну и спойлер на будущее. Побеги из тюрьмы станут более сложными и динамичными. Ну а теперь к долгожданному дополнению дорожной карты, которое произошло 27 января. Итак, разработчики добавили задачи до конца этого года, однако есть большая пометка. Планы на эти кварталы могут быть основательно пересмотрены. Кстати, это уже произошло. Если вы ждали айтем кэш в 3.13, то, увы, он исчез из дорожной карты. В пояснительной записке разработчики сказали, технология присутствует как отдельные задачи, так как ЦИК не успевает доделать отдельные компоненты технологии в срок. Привычная дорожная карта выглядит следующим образом и получит статусы. Для задач выпущены подтвержденный и предполагаемый. Последний подразумевает, что даже внутри нынешнего квартала результаты планирования могут не совпадать с возможностями. А вот подтвержденный скажет нам о стопроцентной вероятности того, что контент появится. Сами же карточки станут почти как вы любите, RGB и все дела. Статус предполагаемый будет обозначаться как серым и прозрачным кодированием. Здесь все 70 на 30, что контент появится. Изменились и детали трекера прогресса. Улучшено отслеживание прогресса через специальную кнопку «Развернуть и свернуть». Некоторые треки будут обозначаться полосатыми линиями, что говорит о том, что работы над ними ведутся не на полную мощность, с разделением специалистов между задачами. На конец января заметны следующие изменения. Технология хакинга, она сама появится вовремя, но контента для нее не будет до того времени, а именно лето этого года, пока разработчики не придумают нужных миссий под технологию. Пуш-энд-пул объектов запланирован на следующий квартал с высокой долей вероятности. Навешиваемое оружие переместили в другую категорию и отдали ее разработке другой команде специалистов. Задачи по сервермешингу и постоянству разделены на отдельные подзадачи, которые будут разблокированы с течением этого года. Со слов ЦИК, если карточки с технологией нет, это не значит, что над ней не трудятся. В таком случае включается неуверенность на те самые 70%, что она будет готова окончательно. Кстати, сам этом кэш включен именно в задачу постоянства и смешения серверов. Оружейники поздно завершили свое планирование, поэтому их карточки попросту не попали в обновление, так что ждем дополнительной информации в ближайшее время. В трекере прогресса добавлены следующие команды для отслеживания. Команда планетарных технологий, сетевая команда, команда технологий постоянства, графическая команда, команда разработки физики, команда разработки инструментов дизайнеров, команда движка игры, команда игровых сервисов и команда инструментов администрирования. Новая рубрика по One Goom основана на той самой схеме 70 на 30. Итак, патч 3.14 принесет нам законченный газовый гигант, посадочную зону Horizon первой итерации, хакинг, лечение NPC, обновление технологий для сканирования и радаров, миссии, места спавна NPC, физический инвентарь, технология лечения версия 0, обновление технологий щитов, зарядка и разрядка батарей оружия, нулевая итерация, Таурус с новой который раз, перенос данных кораблей техники со старой базы кода на новый, замена модулей на транспорте. Осенью игроки возможно получат малые дома и аутпосты, а также колониализм, нулевую итерацию сальважа в который раз, расширение итерактивности персонажей, тягание и толкание в невесомости, снаряжение и опустошение магазинов, распиливание объектов нулевая итерация, бомбы и космические мины, Крусейдер АРС в двух вариантах, Геркулес бомбардировщик А2 для вашего свечного завода, Редимер, обновление технологий динамической отрисовки интерьеров и экстерьеров кораблей. Но и зимой, дай бог, расширенная версия станции Horizon, технология пожаров и борьба с огнем, фичи персонажа, шкафчики и инвентарь, физикализация ручного вооружения, перемещение по лестницам, когда наконец можно будет стрелять с нее и спрыгивать, когда захочется, улучшение действия в положении лежа, ползания персонажа, износ и повреждение оружия, излучатели силового щита, замена двигателей для М50, что бы это ни значило, и динамическое размещение дверей и пандусов на кораблях. Ну и в конце ни слова про Никс и Пайро, соответственно, чтобы пуканы не горели еще сильнее. Вот и все на сегодня. Спасибо за ваш просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх этому видео, жать колокольчик и обязательно подписываться на канал. Для всех тех, кто ищет компанию, вступайте в самую многочисленную русскоязычную корпорацию. Ссылка в описании. Как и наши гайды для новичков, как зарегистрироваться и многое, многое другое вы найдете в наших плейлистах. Ну и да, мы теперь на ДТФ в спецразделе, где стоим под проливным дождем из... Так что теперь поддерживайте нас и там. Берегите себя и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok